У нас в гостях сегодня согласился дать короткое интервью Олег Михайлович Шереметьев, депутат Московской городской думы. Мы бы хотели поинтересоваться у вас. Олег Михайлович, скажите, что происходит по вашему усмотрению в стране и как на всем жить, на что верить, на что надеяться? В стране то, что происходит, это легализация того, что уже произошло. То есть диктатура олигархии. На самом деле то, что Владимир Владимирович это просто лицо фирмы, удачно раскрученный бренд и сейчас просто хотят закрепить практически вечное правление олигархов. Ну вполне все знают, вполне конкретно олигархов, которые сейчас уже отжимают у всех бывших олигархов. Это кооператив «Озеро». И очень удачно они используют то, что на самом деле вот эта ситуация с коронавирусом, как говорится, если бы ее не было, ее стоило придумать. Хотя, честно говоря, мне кажется, что она и придумана. Но вообще вот по всем источникам, что получается? Что это, скорее всего, боевой коронавирус, разработанный в лабораториях военных. И, видимо, товарищ Си точно так же хотел, если не жить вечно, то хотя бы править пожизненно. А поскольку там была группа комсомольцев, которая вроде что-то имела, у меня вот, честно говоря, возникает такое впечатление, что эта утечка этого коронавируса была организована вполне специально, чтобы создать вот это чрезвычайное положение. Потому что, вот кто сейчас в Китае слышал что-то об этих комсомольцах, куда они делятся? Никто. Зато товарищ Си теперь национальный герой, и пожизненно он так и будет сидеть. Но то же самое происходит у нас с Владимиром Владимировичем. Он подумал, а почему бы. Вообще, я думаю, что на самом деле сейчас во всем мире эта ситуация используется. Все поняли, что это очень выгодно. И это используется. И у нас совсем явно это используется. Потому что, ну, посмотрите, да, когда митинги запретили, например, у нас в Мосгордуме после первого уже круглого стола на тему Конституции, тут же на следующий день запретили все круглые столы, то есть было принято решение, что их больше не будет. Хотя заседания комиссии вполне могут проводиться. А какая разница, комиссия там или? То есть где-то выборочно. Что-то можно, что-то нельзя. Но на самом деле просто я вижу использование этой ситуации. Потому что на самом деле борьбы против коронавируса у нас не проводится. Ну, вот яркий пример, где сейчас можно пройти хотя бы исследование, провериться, болен человек коронавирусом, не болен. Ну, то есть подхватил он его, нет. Нет этого сейчас. Вот сколько пытались, это все невозможно. Это показуха. Обычная показуха. И последнее, если так можно, вам вопрос и как гражданин, и как депутат. Как вы думаете, власть готова и насколько она может закрутить, как вы родные, воспользовавшись ситуацией? Я думаю, что у них начинается сейчас паника вообще. Потому что они не ожидали настолько мощного отпора. Но, впрочем, то, что там люди уже проигравшие все, что только можно, начиная от Циркова, это было понятно еще по московским выборам. Потому что, ну, никто не ожидал, конечно, того, что, если бы не постоянные удары в спину, поскольку, чтобы от оппозиции вообще никто не прошел, работали все, включая там и наших партейгеносов. Потому что, ну, если бы нас поддерживала партия, действительно, так как их. Насколько у нас много таких, как вы, скажем, в Москорду? То, я думаю, половина. Ну, в смысле, я имею в виду фракции. И как там работает, как говорят, в окружении, может быть, не всегда солидарных с вами людей? Ну, в общем-то, если стоит посмотреть заседание, будет. Ну, правда, уже доходит до срыва. У меня вот последнее заседание было настолько противостояние с Шапашниковым, что я уже просто, действительно, это был срыв. Я проверил, оказалось, я в состоянии гипертонического криза. Поэтому, вот, это вот просто потому, что настолько напряженная там обстановка, что уже не выдерживаешь. И если можно, два слова, что посоветовали бы или пожелали нашему министрадальному народу? Думать. Прежде всего, думать. Сопоставить. Два плюс два равно четыре. Просто понять элементарные вещи. Сделать элементарный вывод. Логическое мышление включить, и сразу все станет ясно, что происходит. Потому что нас всячески отбивали это. У тех, у кого было, а оно было практически у всего нашего народа в советское время, было присуще вот эта способность к аналитическому мышлению, способность к логическому мышлению. Вот наше телевидение особенное, но вообще все, что только можно, было направлено на деградацию. Да, понимаю, катиться вниз всегда проще. Всеми возможными методами отучали думать, вкладывая вот эту жвачку готовую. И при этом пытались воспитать новое поколение. Ну, как сказал Фурсенко, который, он и продолжает руководить нашим образованием, сеть в администрации президента, хоть там кричат, что его сняли, он продолжает руководить. Он как сказал, что ошибкой советской системы образования была ориентация на воспитание творческого человека-творца. А наша цель – это воспитание грамотного потребителя. Вот, к счастью, у нас все-таки есть молодежь, которая не разучилась думать, вот действительно, потребителя. Нет, у нас есть и люди, думающие, видящие, что происходит, и смеющие высказывать свою позицию. Ну что же, хорошо, спасибо. На этом мы заканчиваем наш интервью и говорим, Олег Михайлович, еще раз спасибо. Спасибо.